На Зоопарковой не утихают споры о проезжей части. Несколько лет назад проблему большого потока машин пытались устранить с помощью бетонного блока. Несмотря на это, проблема не исчезла. Жильцы дома по адресу Фонтанская дорога 17 беспокоятся за безопасность своих детей и отсутствие инфраструктуры в микрорайоне. Местные несколько раз обращались к коммунальной службе, но все безрезультатно. Обсудить возможные решения вопроса собрались обе стороны. Без конфликтов не обошлось. Я тоже мама, моему ребенку 3 года и 7 месяцев. Мы здесь не гуляем по одной простой причине, потому что здесь проезжая часть. Куда обращаться? Мы не знаем, нас никто не слышит, нас никто не видит. У меня окна выходят на дорогу с утра до ночи, маты, пробки, сигналы, аварии и так далее и тому подобное. Ребенок не может выйти с собственного двора. Я считаю это ненормальным. Помогите нам как-то решить. Вот пришел академгородок, я и их понимаю с одной стороны, что им надо тоже как-то ехать. Жители со стороны ограждены заборами зоопарковой против полного перекрытия дороги. Потому была предложена альтернатива закрыть двор на Фонтанской и перенести проезжую часть на соседнюю улицу, где уже начали прокладывать дорогу к одному из новостроев. Мне сложно сказать, насколько быстро это в нашем городе возможно. Я знаю, что в 2016 году уже здесь был акт обследования и предлагали какие-то варианты, но предложили такой вариант, который фактически закончился, что проблема снова появилась. Сегодня правильные мысли озвучивались, что нужно подойти комплексно к этой проблеме и системно, таким образом, чтобы это удовлетворяло всех одесситов. Возможно, действительно озвучивались какие-то альтернативные проезды, минуя эту, перегородить здесь, допустим, забором. Пообещали, что на следующей неделе предложат уже схемы. Силами Вадима Подгородинского, депутата Украинской морской партии Сергея Кивалова, чиновники спустя несколько лет обещаний обратили внимание на проблему жильцов. Но правильного для всех решения не придумали. Мы здесь собрались жители, все хотят поучаствовать в решении этого вопроса. Но есть муниципальщики, есть МЭП, есть дорожники, есть хозяйственники, которые должны все сделать для того, чтобы здесь сделать проезд комфортным и безопасным для жителей этого микрорайона. Даже небольшие жертвы с разумной компенсацией стоят того, чтобы Одесса меньше стояла в пробках, уверены участники конфликта. Но последнее слово за городской властью, которая взяла еще неделю на размышления. Пока у профильных чиновников нет ответа, как обеспечить комфорт жильцов дома и участников дорожного движения. Репортер продолжает следить за ситуацией.